МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последние вопросы. Мы приехали только что из Липецка. Это были всероссийские соревнования по карате, где принимало участие около 25 регионов, порядка тысячи спортсменов в центральной части России. Спортивная школа Горки 10 тоже принимала там участие. Небольшим составом, но тем составом, который неудачно выступил на предыдущих соревнованиях в Питере. Это было две недели назад, тоже были всероссийские соревнования. И кто-то там выступил очень хорошо, мы их оставили отдыхать. А вот кто занял вторые-третьи места, мы их потянули сюда. Здесь они очень хорошо выступили. Девочка Аня Бибикова очень хорошо выступала и выиграла у чемпионки прошлого года. Девочки из Ростова-на-Дону. Она ее победила так, ну, просто порвала. Это вот наш термин такой, если хорошо выигрыш. И один мальчик Хачатрян у нас молодой. Такая звездочка, которая очень талантливая, способная, но еще очень слабенькая. То есть бывает такой вот, как бы, плюс-минус. Голова работает очень хорошо, но тело. Он 14 лет и выступает в категории 52 килограмма, а весит 41. И там выходит на голову выше его, его просто топчет там. Вот надо будет откармливать этого мальчика и дальше тренировать. Вот. Что касается спортивной школы. У нас развиваются три вида спорта. Это каратэ-бокс и конный спорт. На конном заводе. Он называется Московский конный завод номер один. Там у нас три тренера, около ста спортсменов, конников. Два тренера у нас по боксу тоже, около сотни у них бойцов, боксеров, которые показывают, ну, такие растущие, растущую динамику показывают. У них проходят отборы на области, и они дальше идут-идут и выходят на всероссийские площадки. И пять тренеров по каратэ. Ну, по каратэ, результаты вы все знаете. Мы как бы боремся, что-то выигрываем. И наша основная цель попасть, закрепиться в сборной России. Там мы периодически туда входим, выходим, потом опять входим, опять выходим. И никак не можем закрепиться так, чтобы мы там сидели жестко. Ну, это от многих причин зависит. Во-первых, сборная России комплектуется спортсменами старше 18 лет. И задача удержать спортсменов, их подготовить к этому возрасту, сделать их лучшими в России, завести в сборную. И чтобы они там сезонов 5-6 обкатывались на чемпионатах мира, Европы, на премьер-лигах, что-то там занимали, взрослели и могли уже в составе сборной России показывать результат. Тем более, сейчас вот эта Олимпиада, которую в Токио перенесли на этот год. Вот, спорт наш олимпийский, он молодой. И вот это первая Олимпиада, которая будет в этом году в Токио. Вот как плавно, видите, мы перешли от школы к спорту высших достижений. У вас всегда была сверхзадача, чтобы самое главное, и первое, это чтобы спорт наконец-то вошел в Олимпийскую семью. Это случилось. Ну, и второе, это, конечно же, попасть на Олимпиаду. Ну, к сожалению, мы еще те спортсмены, которые не попали на эту Олимпиаду, но как бы работаем, и я думаю, спортсмены когда-нибудь такие будут. Ну, например, Титов Сережа, который одинцовец, вот он в этом году, вот пандемия на полгода выбила всех, но мы потихонечку так тренировались, готовились. И в сентябре мы были в Новосибирске, где он разнес просто весь тот край, восток, где сильные спортсмены, там, с Новосибирска, с Омска, с Томска, и с Сахалина. И он провел пять удачных поединков, и опять же, в финале выиграл чемпиона, прошлого чемпиона России. Вот это радует, но это всероссийские турниры. А вот выиграть на первенстве России, на чемпионате, это немножко другой статус. Да, мы получаем от этого звание, когда-то мастера спорта, мастеров спорта. Но вот этот рубеж, который мы еще не взяли, он перед нами стоит. Ну, тем интереснее двигаться вперед, расти, наращивать мастерство. Ну, да, это стимулирует. Мы учимся, смотрим, как другие работают. Кстати, в плане обучения мы в этом году, в январе, провели совместные сборы. Мы уже со сборной Челябинской области, в которую входят чемпионы Европы, призеры мира. И наши спортсменки, которые из Челябинска переехали в город Клин, Зайцева Ивановна, она была третьей на европейских играх в Баку. То есть, это такие звезды российского карате. И мы с ними потренировались на сборах. И благодаря вот этому у нас Мурадян Давид, наверное, уже его видели, там 14-15 лет категория, в Питере стал первый. На всероссийских соревнованиях. Это радует. То есть, он показал очень такие грамотные поединки, но с таким расчетом, с таким подходом, почти как взрослый. Очень выверенно, точно, технично, тактически, грамотно. Все-все поединки стал первым. Вот что дают совместные тренировки. Но все это планируется. Все это, как бы, мы работаем совместно с комитетом по спорту. Очень плотно. У нас, как бы, есть почти по каждому спортсмену план работы на год. Этапы подготовки его мы расписываем. Куда ему поехать, куда не поехать. Где-то придержать этого, где-то этого выстоять. То есть, это совместная работа, когда они подсказывают нам, немножко контролируют. И вот это, такой локомотив идет вперед. И, я думаю, к победам будем приходить вместе. Игорь Александрович, в конце прошлого года сразу несколько ваших каратистов стали мастерами спорта. Ну, это вот тот этап работы, который завершился вот такой оценкой и вручением вот этих званий спортсменам. Это у нас первый получил звание Серебряков Василий. Ну, это уже, как бы, известные спортсмены и в области, и в России. И на международных площадках он у японца выигрывал. Очень интересный, очень интересный спортсмен. И жук Валентин. Хотя, выпал норматив, первый жук. Но он ушел в армию, там, немножко с документами, в общем, в конце концов получил первых Серебряков. А Валя по возвращению из армии получил мастера спорта. И Аветисян Ашот, который перешел к нам в школу и работает сейчас тренером, тоже получил звание мастера спорта. Ну, это те вот лидеры сейчас в Московской области, которых мы готовим, и которые уже сами готовят ребятишек маленьких. Вот с этими спортсменами будем идти дальше. Какие вы делаете на них ставки? Ну, ставки им нужно хорошо работать, восстановиться от травм. Они все немножко травмированы у нас. Сейчас у нас несколько операций предстоит и Серебрякову, и Аветисяну. Жуку надо просто входить в ритм после армии. Служил в десантных войсках, дух у него такой окрепший, теперь ему надо все это на татаме показывать. В сентябре у нас будет чемпионат России. Вот я должен к сентябрю подготовить их по этапам, ввести, потихонечку ввести, чтобы они на Россию показали хороший результат, хотя бы вошли в призеры. Игорь Александрович, у нас сегодня в студии, вы пришли сегодня в студию не с пустыми руками, принесли кубок, расскажите о нем. Ну, это кубок, который получил... Впервые у нас такой огромный кубок. На самом деле, да. И когда я его вез, все говорили, что кубок Стэнли, ну, сутили, конечно. Это кубок, который мы получили в Санкт-Петербурге за тот результат, который показала Московская область на всероссийских соревнованиях. В общем, в общекомандном зачете у нас больше всего медалей, у нас 19 золотых было, 12 серебра и 22 бронзы. Это вот на всероссийских соревнованиях. В том числе у нас хорошо выступили спортсмены нашей спортивной школы. Я уже перечислял это. Давид Мурадян, Анна Бибикова. И в команде мы, девочки и мальчики, заняли третье место. Титов хорошо выступил. В общем, вот по итогам этой борьбы в Питере и после сборов мы такие результаты показали. Что вот такой вот уже каратэ вручает такие большие. Теперь он стоит на самом почетном месте в спортивной школе «Горки-10». В нашей школе, да. Я думаю, в музей его оформим, туда поставим. Там будет место. Игорь Александрович, пандемия, Вы уже сказали, что немножечко затормозила прогресс, но тем не менее Вы не прекращали тренировки. Сейчас как? Темпы наращиваете? И какие планы на этот год? Ну, в пандемии она сделала свое отрицательное и положительное дело, потому что вот эта гонка по соревнованиям, она немножко выбивала у нас техническую подготовку и функциональную. И пока сидели там весну и лето, так сказать, на удаленке, ребята подтягивали вот эти вот два параметра техни. То есть все занимались. В сентябре мы уже выехали в Новосибирск и там показали, что мы не просто сидели, а готовы. У нас в апреле месяце будет два отбора. Это первенство России будет для возраста 12-13 лет. И у нас Муродян, Чугунов, вот эти вот мальчики. Отбор на первенство, для участия на первенстве России. И тут же в апреле будет отбор категории 14-20 лет для участия в первенстве, вернее, это будет участие в первенстве России. Ребята уже отобрались наши. Вот это будет два таких крупных соревнования в апреле месяце. И потом еще будут всероссийские и несколько международных стартов, если не закроют Европу, потому что у нас там будет Кипр и Турция. И в конце года Венеция. Это вот эти международные лиги, молодежные лиги. И в август мы посвящаем полностью сборам, подготовке к чемпионату России, где старшие ребята, старше 18 лет, будут бороться за то, чтобы показать себя, чтобы войти в сборную России. И уже готовиться к следующей Олимпиаде. И готовиться, ну, к следующей Олимпиаде, наверное, нет, а готовиться к очередным чемпионатам Европы, чемпионатам мира. Чтобы показать блестящие результаты. Ну, да, да. Игорь Александрович, вот в чем секрет вашего успеха? Как вам удается, как в небольшой спортивной школе, с небольшой территории удается выращивать такие кадры? Ну, не знаю, секретов никаких нет, как и любой другой человек. Как вы? Вы любите свою работу? Вы работаете. У вас, я вот вижу, глаза горят, вы вот в работе. Ну, также мы, наверное, нам хочется из детей же, которые приходят, воплотить свои идеи, доказать, что мы можем. И у нас достаточно опыта, чтобы это, на самом деле, сделать. Потом мы привлекаем, ну, многих со стороны, многих знающих тренеров, приглашаем. Они помогают нам работать с Москвы. Вот сейчас с Челябинском поддерживаем связи. Иногда приглашали с Турции спортсменов и ведущих тренеров. То есть мы учимся, находимся в таком процессе, потому что каратэ очень быстро меняется. Каждые три года меняются правила, и эти правила тянут за собой изменения в технике и в тактике. И нужно успевать. Если ты где-то на международную сторону не выезжаешь, ты отстаешь, ты не видишь мастеров. И мы выезжаем на семинары, допустим, вот у нас есть итальянец такой, бусаат, чемпион Европы. Мы туда выезжаем. То есть это процесс интересный и постоянно развивающийся. И когда ты в нем, ты развиваешься и можешь передать знания своим ученикам. Если чуть отстаешь, по каким-то причинам ты выпадаешь из этого локомотива, который мировой двигается, и ты не там, то, конечно, спортсмены будут такого же уровня, как и тренер. Поэтому приходится учиться. Все это синтезировать, внедрять, убирать, вставлять другое. То есть такой процесс очень интересный на самом деле. И я, допустим, очень горжусь своими учениками, которые выпустились из спортивной школы и работают на предприятиях народного хозяйства, работают в Министерстве Московской области, топ-менеджерами в крупных нефтяных компаниях. Идут служить в армии и очень себя хорошо проявляют в различных родах войск. Потом их приглашают в специальные подразделения, служат в специальных подразделениях, о которых вроде бы и говорить, но я о них и не говорю. На самом деле, горжусь этими ребятами, которые прошли такой хороший путь в спорте-спорте и попадают в элитные спецподразделения. Но все-таки спорт, он дисциплинирует, и он дает возможность в дальнейшем жизни добиваться успеха. Абсолютно верно. Он дисциплинирует, он дает ответственный такой характер, он дает цели полагания. Спортсмен, который привык ставить цель выполнять, идти к ней. Получится, не получится, это второе. Но он двигается, он чем-то жертвует, он становится ответственным перед собой, перед родителем, перед тренером. И в целом это полезно для России, для человека полезно, для всех полезно. Это мы как бы, тренируя просто спортсмена, готовим просто хорошего человека, с хорошим характером, с ответственным таким, сильным. Вот это приятно. О чем вы сегодня мечтаете? Я хочу, чтобы то, что я знаю, как-то это передать. Посредством того, что я воспитываю спортсменов. Посредством того, что я рассказываю. Посредством того, что мы выезжаем на Окинаву. Я бы хотел, чтобы наше Одинцовское телевидение сняло фильм вообще об Окинаве. Об их истории, об их учителях. Потому что карате, в принципе, это родина Окинава. Как они там живут, чем питаются, какой у них уклад. Почему они такие веселые, почему так долго живут. У нас, когда они приезжают сюда, они, первый вопрос, а чего русские такие грустные. Красивые женщины такие все грустные. Они все-таки другие. Как они в экономике проявляются, вот эта их сноровка и вообще отношение ко всему. К труду, к семье, к друзьям. Почему они старики, но они все время в общинах. Вот это интересно. И это бы интересно передать, как искусство жить для россиян, в данном случае для Одинцовцев. Как дружно жить. Как помогать друг другу. Как радоваться победам или успехам другого человека, а не наоборот. Я даже не сомневаюсь, что ваша мечта, как и мечта о том, чтобы карате вошел в Олимпийскую семью, сбылась. Так и поездка на Окинаву обязательно состоится. Я думаю, вместе с вами мы решим. Мы с удовольствием всегда присоединимся и расскажем о всех победах у ваших воспитанников. Спасибо. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо вам, что приглашаете. Всегда с удовольствием прихожу к вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.